Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вы всегда найдете свежие обзоры на товары, которые появляются в магазине, в частности, обзоры на танки, которые там продаются. Сегодня на продажу вышел у нас Lansens C в составе, в наборе с Кейлером. Я лично считаю, что сам набор вполне себе годен в отношении сочетания цены и качества. Да, это не супер дешевое предложение, да, далеко не для каждого танкиста, ну, просто потому что у многих есть, допустим, тот же самый Левчик, которого продавали за 5,5 тысяч в составе очень крутого набора, поэтому Кейлер, скорее всего, уже-то и не нужен. Ну, а в отношении Lansens C я не могу сказать, что это машина прям для каждого танкиста, но в целом вполне неплохо сбалансированная средняя тачка 8 уровня. Здесь за 11,5 тысяч вы получаете себе две восьмерки с двумя легендарными внешними видами, открытым всем оборудованием и иксами. И в целом 5,750 за восьмерку усредненно довольно-таки неплохая цена. В отношении цены в 6,5 тысяч за каждую из этих машин в голом состоянии, даже без открытого оборудования, могу сказать одно. Для восьмерок это тоже вполне себе приемлемый ценник, и если про Кейлера 6,5 это прям совсем адекватная цена, то в отношении Lansens C можно сказать, сугубо цепляясь, что было бы более правильным оценить его в 6 тысяч. Но это так, чисто придирка и чисто из принципа. По большому счету, повторюсь, это неплохо сбалансированная восьмерка, которая стоит своих 6,5 тысяч. Но здесь уже определяться вам, покупать или нет. Про Кейлера видео я уже выложил на канале, зайдите, посмотрите, ссылочку я добавил в описании. Ну а в данном видосе быстренько заценим с вами Lansens C, для того, чтобы понимать, чего он стоит и стоит ли он чего-то вообще. По техническим характеристикам. В целом все неплохо, но некоторые вещи меня смущают. Что меня радует в орудии по Lansens C? Минус 10 угол склонения орудия вниз, это классно. 320 единиц альфы, это вроде бы неплохо. Почему вроде бы? Потому что время перезарядки. 9,38. Грубо говоря, 9,5 секунды. Ребята, это действительно очень долго для не сильно живучего Lansens, потому что броней он не отличается. Ввиду чего ДПМ в 2000 с копейками не сильно реализуем. То есть по факту реализовать его можно где-то на каких-то спящих соперниках. Время сведения классное. 2,9. Разброс тоже шикарен. 0,312. Действительно, чуть ли не белки в глаз. По пробитию 202 уныло, скучно, часто не хватает. Особенно против всякого рода ИСов на восьмом уровне, типа ИСа шестого. Но здесь, ребят, я бы сказал, камень преткновения, об который ты стучишься, куда бы ты его не положил. Если вы играете на орудийном досылателе, у вас 3, господи, 3, 9 и 38 время перезарядки и ДПМ в 2046. Ставишь себе накалиброванное круто, классно. 212 пробития, существенно легче играть. Но, ребят, возвращаясь к орудию, мы сразу видим здесь показатель в 1900 единиц ДПМа, который все так же плохо реализуем, но он еще и меньше. А все благодаря тому, что время перезарядки у нас уже будет составлять 10 секунд, что, в принципе, машину хоронит. Поэтому я лично играю на орудийном досылателе. Бок с ним с пробитием. С такой точностью можно попытаться прицелиться немножечко получше. Ну что, берем Лансена и поехали покатаемся. Итак, ребят, погнали. Хотя с Лансеном погнали звучит как-то немножечко нескромно. Дело в том, что с места машина абсолютно не срывается. Да, ее можно раскочегарить где-то там с горки. Я набирал максималку 59 км в час. Но, в целом, машина по передвижению далека от идеальности. Ну, просто исходя из того, что танчик таких размеров и с таким уровнем бронирования, мне кажется, что должен был бы двигаться более резво. Ну, по крайней мере, брать старт более активно. По точности, по времени сведения. Вообще никаких нареканий нет. Понятное дело, что периодически где-то как-то игра пытается тебе открутить. Для того, чтобы просто не давать тебе имбовости в бою в отношении точности. Но, по большому счету, в основном бьешь действительно точно. Сводишься быстро. Ну, и, в принципе, орудие тебя радует. Выехал сейчас на Келлера. Плюху отхватил. И, наверное, надо немножко менять место дислокации. Так как здесь мне не рады. А я не люблю находиться там, где меня не рады видеть. Минус 10. Просто обалденно играется. От каких-то неровностей за какими-то горочками и так далее. Действительно, очень приятно. Выехал, прицелился, выцелил серую зону. И благополучно откатился назад. Причем, назад машина откатывается, кстати, довольно неплохо. Ну, давайте. Давайте хоть кто-нибудь. Покажитесь, пожалуйста. Что ж такое-то, блин? Что, вообще никого нет? Желаешь их получить по морде или что? Наконец-то. Хотя бы в Келлера смог закинуть снаряд. При этом наших двоих тяжей уже благополучно вынесли. И я так понимаю, что ничем хорошим данная катка для нас не закончится. Но в любом случае, вырезать бой я не буду. Так как всегда показываю танки такими, какие они есть на самом деле. Ничего не скрывая. И вы должны быть готовы, что такие бои у вас тоже могут быть. Так, где-то там катается Скорпион, с которым я не хочу встречаться. Вот он. Вот он. Выцеливает меня. Правильно. Поэтому ГСН решил подлезть под БЗ. Ну, действительно. Вполне себе правильный выбор сделал. Почему? Почему я должен умирать именно от Скорпиона? Лучше сдохнуть от БЗшки. Кто? Кто этот подлец? Этот подлец Т-20. Ладно. Ребята честно продавили направление. Хорошенько всех разобрали. Ну, давайте будем смотреть на результаты. Нравится ли мне Ланс МЦ? Нет, не нравится. Просто потому, что он не настолько интересен, как мог бы быть. По большому счету, на уровне есть достаточное количество более интересных средних танков. И да, несмотря на то, что в целом он сбалансирован неплохо, некоторые моменты меня очень сильно смущают и очень сильно расстраивают. Можно ли на Лансоне получать удовлетворение от боев? Да, конечно, можно, но далеко не от всех. В данном случае 1300 с копейками единиц нанесенного урона. И, возможно, в моей команде это будет неплохим показателем. Но, по факту, машина слабая. Я не знаю, кто там что рассказывает на других каналах. И, возможно, это делают те, кто супер-киперкотлеты, которые могут реализовать все, что угодно. Зайти в бой без снарядов и просто палкой-копалкой всех добить до смерти. Но в моих конкретно средних руках Лансен С крайне неинтересная тачка. Получить удовлетворение на Лансене можно только лишь в случае, если вы попадаете в бой, где соперники на вас не обращают внимания, а по засветам своих союзников через каждые неполные целых 10 секунд вы отбрасываете по 320 среднего. Но, по факту, в основном не дотягивает до 300. Более 320 бывает крайне редко. Вот такой вот он Лансен С, и могу ли я рекомендовать его к приобретению первым? Нет, однозначно. На уровне достаточное количество более играбельных и интересных машин. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.